В прямом эфире телеканала «Настоящее время» программа «Вечер». Меня зовут Ирина Ромалийская. Здравствуйте. Тема сегодняшнего выпуска. Стрельба в Карловом университете Праги. Чешская полиция опубликовала кадры спецоперации от первого лица, от полицейского. Расскажем, кем был стрелок. Расскажем, кто такая журналистка Дунцова, решившая выдвинуться на пост президента России. Острое интервью с ней. Китай все больше продает товаров в Россию. Почему война выгодна Пекину и каковы его вообще? Дальнейшие планы на Москву. Ну и в России арестован рэпер Васе за участие в голой вечеринке Ивлеевой. А еще там были Киркоров, Лолита, Собчак. На них ополчились зенблогеры, церковь и блюстители Морали. Поставьте нам, пожалуйста, лайки под этим выпуском, если смотрите нас в Фейсбуке или на Ютубе. На Ютубе, если не подписаны, сделайте это. Сейчас я вас уже за это благодарю. А мы начинаем. И начнем мы с очередной атаки России на Украину. Этой ночью российские военные запустили по территории Украины 28 беспилотников шахет. 24 из них удалось сбить, отчитываются в воздушных силах страны. Взрывы звучали в нескольких областях, а в Киеве обломки сбитых шахетов повредили несколько квартир на верхних этажах, еще один дом в частном секторе. Все подробности расскажет наша корреспондентка Юлия Жукова. Это Соломинский район столицы, обычный спальный район Киева. Именно сюда сегодня ночью в многоэтажку прилетели обломки сбитого дрона и повредили квартиру известного украинского телеведущего Андрея Ковальского. Сам Андрей в этот момент был с женой и двумя детьми дома. Они чудом все остались живы и, можно сказать, практически не пострадали. Жена Андрея успела отбежать от окна, так как увидела как раз мимо пролетающий дрон. А сам Андрея предполагает, что эпицентр удара был на этаж выше от их квартиры. И именно от взрывной волны на их квартиру посыпались обломки и кирпичи. Когда произошел сильный вибух, все тут засыпалось, скло полетело всередину и произошла пожежа. Из этого дрона, я так подозрюю, потекло пальне, або мостило, но горело. И не было чему дихать, дима было много. И дружина швидко заорієнтувалась, вогнегасник поймала и загасила. И если бы не был огнегасник, и вот это все в нас штучно, то, может быть, сгорел бы весь дом. Потому что пожежа была очень страшная, и дым, задымление, и мы рятовали детей в нос. Но это было страшно. Именно то, что жена Андрея смогла сама потушить пожар, это их и спасло. Они не задохнулись. Погибших нет. И это самое главное. Ранение получили два жителя этого дома, один из которых госпитализирован. Очевидцы смогли зафиксировать на видео момент удара. Как банка только в домом влетел. Он Beyond. От момент вибух, слышу, что что летит. Я начинаюсь кричать, чтобы мама забегла в ванну. И я выберу из ванны, чтобы забрать маму. И в этот момент вибух. А далее я ничего не помню. У меня началась паническая атака, и я прохожу до себя только в подвале. Передок разбитый. Бампер, капот, крыша, лобовое. В принципе, капитальный ремонт. Обломки сбитых российских дронов падали не только в Соломинском районе. Известный украинский антикоррупционный активист Виталий Шабунин опубликовал видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован момент взрыва российского шахеда недалеко от его частного дома. Всего над Украиной силы ПВО сбили 24 из 28 дронов шахед. Есть попадание в инфраструктурный объект в Николаевской области. Также обломки беспилотника повредили зернохранилище в Одесской области. Ну и сбивали над Украиной не только дроны. Командующий воздушными силами ВСУ заявил, что на южном направлении сбили сразу три российских самолета – бомбардировщики Су-34. В России возможные потери не комментировали. В то же время провоенный российский телеграм-канал Fight Bomber подтвердил, что сбит как минимум один самолет. Но мы оперативно, к сожалению, проверить эти данные не можем. Нет такой возможности. Посмотрите сейчас на экранах. Вы видите тот самый самолет модели Су-34. Это истребитель-бомбардировщик. На сайте российского министерства обороны говорится, что он предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным, надводным и воздушным целям. К теме войны России против Украины мы еще будем возвращаться в течение выпуска. А пока подробности массовой стрельбы в центре Праги накануне днем. Чешская полиция опубликовала новое видео с нагрудных камер наблюдений. Далее кадры того, что происходило в здании философского факультета Карлова университета сразу после нападения глазами полицейских. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Кирилл Белов-Беликов Кирилл, рассказывай Накануне полиция заявила, что как минимум 10 человек из числа пострадавших находятся в тяжелом состоянии Озвучи, пожалуйста, актуальные цифры на сегодняшний вечер Привет, Ира По информации чешского министра здравоохранения Сейчас всего было ранено 27 человек, из которых 3 иностранца И по информации главы службы спасения Праги Все пациенты были прооперированы, все находятся в стабильном состоянии И только один из них в данный момент находится в тяжелом состоянии, но стабильном Несколько человек уже были даже выписаны из больниц Министр внутренних дел Чехии Витра Кушан на пресс-конференции уточнил Что непосредственно на месте трагедии, на философском факультете Карлова университета Погибло 14 человек в числе самого нападавшего А еще один пострадавший погиб во время госпитализации Имена всех погибших были установлены и иностранцев среди них нет Также вечером сегодня, буквально час назад, появилась информация о том, что нападавший на университет Имеет отношение к недавнему убийству семьи в лесу Клановица Это буквально недалеко от Праги Там были убиты молодой отец и его дочь Полиция установила сходство между оружием, которое использовалось на месте убийства в лесу И с тем, что нашли непосредственно у стрелка Ира Да, это тоже такое резонансное дело было в Чехии Потому что действительно был убит отец и младенец Девочка была младенец, тоже была убита выстрелом Вот сейчас полиция сообщает, что был выстрелен из того же оружия, из которого, собственно, стрелял вчера стрелок Кирилл, расскажи, что... Вот сзади тебя вижу, мемориал такой стихийный, вижу людей Расскажи, что происходит Да, Ира, мы сейчас, собственно, находимся у ректората Карлова университета Куда со вчерашнего вечера приходят люди возложить свечи и цветы Я сейчас попрошу оператора показать это поближе Приходят сюда, правда, сотни людей Несмотря на плохую погоду, дождь, ветер и приближающиеся праздники И вы сейчас, собственно, можете видеть эти сотни свеч и цветов Мы были сегодня днем здесь И все вот это пространство было раза в два, а то и в три меньше Почтить память погибших сюда приходил и премьер-министр страны Петр Фиала Люди, с которыми мы общались, испытывают, на самом деле, страх Многие приходят сюда со слезами на глазах И многие отказываются говорить с журналистами Однако у нас получилось все-таки взять комментарии пары студентов Давайте послушаем Я была не в Праге в это время Узнала о стрельбе в соцсетях и от друзей Это ужасная трагедия, что кто-то пошел просто так убивать людей А тем более в школе Это ужасно Сегодня приехала выразить поддержку и почтить память погибших Никто не ожидал, что что-то такое вообще может произойти у нас Это страшно Поэтому я пришел зажечь свечу и выразить хоть какую-то поддержку Завтрашний день в Чехии объявлен днем траура Будут приспущены государственные флаги А в 12 часов дня по местному времени будет по всей стране минута молчания И будут звенеть колокола По пути сюда мы видели очень много полиции Дело в том, что сейчас до 2 января повышены меры безопасности У школ и других общественных зданий Пока, как говорит полиция, хоть опасности нет Но все равно нужно держать много полиции Мало ли что-то случится Сам же Карлов университет отменил сегодня все лекции и мероприятия И открыл фонд помощи пострадавшим и родственникам погибших Там собрали уже более 23 миллионов чешских крон Это почти миллион долларов Ира Знаешь, добавлю еще ту информацию, о которой ты говоришь о полиции в центре Я вчера возвращалась домой, просто в супермаркете недалеко от дома Тоже были наряд полиции, видимо, наблюдают за всем, что сейчас происходит Кирилл, спасибо тебе большое Кирилл Белов-Беликов работает в центре Праги Но еще добавлю, что в здании философского факультета Того самого, где была открыта стрельба Нашли целый арсенал оружия Об этом заявил начальник чешской полиции По его словам, последствия нападения на университет могли быть еще страшнее При этом власти утверждают, что стрельба в Карловом университете Единичный случай не связан ни с какими радикальными группировками Или каким-то международным терроризмом Что известно о самом стрелке, расскажет Катерина Кочкина Нападавший мертв, однако пока неизвестно, как точно это произошло Мэр Праги Богуслав Свобода сообщал, что он спрыгнул с высоты и разбился По другим данным, он покончил с собой во время перестрелки с полицейскими на балюстраде здания 24-летний студент истории хорошо учился И год назад даже получил приз Польского института Праги За дипломную работу о восстаниях в Кракове и Галиции в середине 19 века Его отец работал в службе безопасности Пражского аэропорта и состоял в профсоюзе Сестра пошла по стопам отца На всякий случай чешская полиция вечером в среду проводила следственные действия в аэропорту В среду днем, по официальной версии, студент убил своего отца и отправился из Кладенского района в Прагу Обещая, как утверждают чешские журналисты, убить всех Полиция Чехии получила в полдень информацию о том, что 24-летний мужчина из поселка Гастолун собирался уехать в столицу с целью покончить с собой В 12.45 мы получили информацию о том, что в этом же селе найден труп мужчины И вскоре мы узнали, что это отец подозреваемого, совершившего сегодня этот ужасный поступок Мы сразу выяснили, что он студент философского факультета И выяснили, что в другом здании философского факультета на улице Целетной у него в 14 часов будет лекция Вместо Целетной улицы стрелок отправился в здание на площади Яна Палаха По одной из версий, потому что именно там он хранил оружие За ним последовала полиция Власти Чехии считают, что на стрелка, цитата, повлияло похожее ужасающее событие, которое произошло за рубежом По мнению журналистов, речь идет о стрельбе в школе в Брянске, которую устроила в начале декабря 14-летняя ученица Погибла одноклассница нападавшей, сама она покончила с собой Теория о том, что чешский студент вдохновлялся именно этим, базируется на том, что в телеграм-канале человек с таким же именем писал о массовой стрельбе в России на русском Был ли это нападавший, неизвестно. Сейчас канал удален Чешская полиция призывает жителей страны не демонизировать стрелка и не обсуждать его в социальных сетях Кроме того, по сложившейся практике, имена нападавших не называют в СМИ, чтобы они не стали примером для подражания Этой позиции придерживаются и многие жители Праги Нам не стоит вспоминать о нём. Вообще-то, нужно его забыть. Забыть его имя, его идеологию, если это возможно Мне кажется, это то, что мы должны сделать, ведь этих людей, думаю, может привлекать слава Но мы абсолютно точно не должны о них помнить Студент, по данным полиции, собрал целый арсенал и спрятал в здании философского факультета У нападавшего было разрешение на владение оружием, и оно было приобретено легально Я не понимаю, как человек может просто достать оружие Должны же, наверное, быть какие-то обязательные психологические тесты Правда, я не очень понимаю, какие там правила Правила на владение оружием в Чехии гораздо более мягкие, чем в других странах ЕС Евросоюз требовал от республики ужесточить законодательство Но вместо этого чешские власти два года назад внесли в Конституцию поправку Закрепляющую право граждан владеть огнестрельным оружием В 10-миллионной Чехии почти миллион человек этим правом пользуются При этом шутинги в Чехии редкость Последний был в 2019 году в Остраве Когда мужчина застрелил 6 человек в приемном покое больницы И сам покончил с собой Катерина Кочкина, Настоящее время Стрельбу в Праге с точки зрения доступа к оружию Мы попросили прокомментировать Ромаса Грунскиса Это эксперт по оружию, владелец сети оружейных магазинов «Ибис» в Украине В принципе, весь ответ состоит в психиатрической части Безусловно, конечно, люди с психическими отклонениями не должны получать доступа к оружию Как доступа к вождению транспортными средствами Может быть, какие-то другие доступы Ведь на самом деле психические отклонения ведут к тому, что человек поражается в правах Его дееспособность становится ограниченной Либо полностью отсутствует Ну и на сегодняшний день очень важно, чтобы люди все-таки тестировались И не только перед тем, как получить разрешение к оружию Ну и вообще тестировались, поскольку, мне кажется, не будет разницы Между тем погибнут люди от оружия Либо, например, от какого-нибудь газового баллона Знаете, в нашем обществе очень часто возникают дискуссии на тему того, чтобы вообще запретить, не дать Ну это то же самое примерно, что выплескивать воду с ребенком С таким же успехом можно не дать, например, ездить за рулем Ведь бывают такие случаи, когда... Был случай, например, когда пилот отправил в самолет Ну и разбил людей, которых он вез Ну вот, ну... Таким образом, именно соотношение причин и следствия в данном случае очень важно Ну и к другой теме В России власти до сих пор не дают ответа на вопрос о демобилизации Мобилизацию Путин объявил еще 21 сентября 2022 То есть больше года назад Родственники и жены некоторых российских мобилизованных Сейчас объединяются в сообщество и пытаются добиться вот той самой демобилизации Ну или хотя бы понимания, когда она произойдет Далее очередные такие истории 21 сентября наш президент Владимир Владимирович Абеляетова мобилизация И у меня муж говорит, где мой военный билет? Муж Анны после объявления частичной мобилизации обнаружил в своем военном билете ошибку Неправильно записанную военно-учетную специальность И уже на следующее утро он отправился в военкомат, чтобы исправить запись Он мне звонит и говорит Если ты хочешь со мной попрощаться, приезжай в военкомат 12 часов мне нужно отсюда отбыть У меня муж сразу сказал, что я патриот, я Россию люблю, я за Путина Если надо будет, я поеду На фронте мобилизованный муж Анны с января 2023 года За это время женщина не один раз передавала гуманитарную помощь для него и его батальона Чай, кофе, печеньки, какие-то необходимые вещи Рабочие перчатки, лекарства Если с такого вот самого вот прямо вот трешевого, да, вот, это хлеб То есть у них реально проблемы с хлебом Министерство обороны им привозит только вот консервы, да, там крупы отдельно, а готовят они сами Анна вступила в сообщество родственников мобилизованных «Путь домой», который требует их возвращения с фронта В телеграм-канале люди разных политических взглядов и с разным отношением к войне Кто-то поддерживает агрессию против Украины, но при этом хочет, чтобы их мужья вернулись домой А кто-то выступает против войны Впервые выйти на митинг в Москве родственники мобилизованных, среди которых была и Анна, решили с 7 ноября После этого стихийного митинга на 30 человек ни одну акцию протеста власти не согласовали Ну, я была рада, что меня не расставали Вот серьезно, да, то есть как бы я ехала туда, на эту театральную площадь Я думала, что как бы закончится все кутузкой на самом деле То есть у меня даны были инструкции старшему ребенку, что если я не выйду на связь, там, да, вот, что нужно делать Власти требования женщин и родственников мобилизованных по-прежнему игнорируют По словам Анны, последний раз с ней связывались из администрации Химок в марте 2023-го и предлагали билет на концерт А 9 мая ей вручили грамоту Ребята очень хотят домой У меня муж в сентябре был в отпуске И он каждый день, утром, когда просыпался, пытался за телефон, да, и смотрел какие-то новости в надежде, что Владимир Владимирович скажет Мобилизованным пора домой, да Муж Анны снова на фронте 14 декабря они порознь смотрели прямую линию с Владимиром Путиным в надежде услышать заявление о демобилизации Я говорю, ну тебе в очередной раз внули лицо в спину и в душу Он такой, я не готов сейчас вообще на эту тему общаться, ну, как бы я расстроена До мобилизации муж Анны работал бригадиром на заводе С военным делом, кроме службы в армии, он никак связан не был Поэтому 24 февраля 2022 года мысли о том, что объявление Владимиром Путиным войны против Украины как-то отразится на их семье, не возникало Так же думали и в семье Анастасии из Новокузнецка Ее муж работал в шахте до 29 сентября 2022 года Повестка пришла в отдел кадров и уже 30 сентября мужчину мобилизовали Он мне позвонил, получается, сказал, я получил повестку Я говорю, ну и что ты будешь делать? Ну я пойду в военкомат То есть все Сейчас я, естественно, я проклинаю этот день, мне кажется, когда он пошел в этот военкомат К моменту мобилизации у пары было двое детей Один общий В декабре прошлого года Анастасия рассказала мужу, что беременна третьим Анастасия приняла решение рожать На это время местные чиновники предлагали женщине сдать детей в детдом Отказываясь возвращать ее мужа в Новокузнецк Я родила, я написала губернатору, что в нашей семье появился третий ребенок Предоставил все документы В военкомат нам вынес отказ Причем вынес отказ с такой формулировкой, что вы все равно ничего не добьетесь И единственный ваш вариант, это если ваш муж принесет свидетельство о вашей смерти Но даже и в этом случае нам сказали, что это не факт Сейчас Анастасия одна, занимается тремя детьми, а муж воюет в Украине Любопытно, что параллельно чиновники и президент России регулярно говорят о сложной ситуации с демографией и падением рождаемости Ты что думаешь, если его закончится, у тебя будет жизнь лучше, что ли, веселее? У тебя будет море, будет вне свободного времени? У меня не будет У тебя отпуска есть? Есть Ты указ президента выполняешь, выполняешь Все, отправил, задачу выполнили, через 9 месяцев доложили по результату У нас меньшинство, и из-за этого, как бы, я думаю, мы не нужны То есть изначально был на это расчет, что, как бы, если взять малое количество, то и все пройдет гладко и спокойно Полномасштабную войну против Украины Россия ведет уже почти два года Каждый день российские военные продолжают разрушать украинские города и убивать украинских граждан Только по подсчетам ООН за период с 24 февраля 2022 по 24 сентября 2023 года в Украине погибли по меньшей мере 10 тысяч мирных жителей Из них больше 560 – это дети Почти 20 тысяч гражданских получили ранения Данные украинских властей о погибших и пострадавших в разы выше И время для нашей традиционной пятничной рубрики «Смотри в оба» Ее автор Андрей Черкасов вместе с экспертами развенчивает российскую пропаганду И сегодня его внимание на российских волонтерах Тех, которые способствуют войне против Украины и тех, кто тем или иным образом ей противостоит Мы себя ощущаем уже солдатами, солдатами в тылу В одном носочке шоколадка, в другом иконка Конечно, государство может обойтись без этой поддержки Но остановить невозможно На федеральных каналах, в центральных и региональных СМИ Десятки, если не сотни сюжетов о волонтерском движении в России Точнее, о людях, помогающих солдатам в войне с Украиной Что происходит на самом деле? Действительно ли все волонтерское движение в России Поддерживает так называемую СВО? Кому помогают и чем? Какие у волонтеров отношения между собой и с властями? Попробуем разобраться Изготавливаем то, что сохраняет жизнь и спасает здоровье наших парней Это продолжение Великой Отечественной Мы просто продолжаем дело своих дедов и стараемся Российские военные с фронтов войны с Украиной регулярно жалуются на плохое снабжение Экономика России может и работать на войну Но российским солдатам в окопах не хватает очень многого Речь не только о технике, топливе, снарядах и дронах Но и о медикаментах и элементарных предметах быта Об этом в телеграм-каналах регулярно пишут Зетвоенкоры В армии чудовищный, страшный дефицит покрышек на Уралы и Камазы Войскам не хватает проходимой техники, джипов и пикапов Запросов валом Жалеешь, что не можешь помочь всем При том, что всем нужно и действительно нужно Традиционно, даже агитируя за сбор помощи российской армии Кремлевские пропагандисты грызутся и ругаются между собой Из последнего Ведущий Соловьев Лайф Армен Гаспарян призвал собирать деньги на нужды армии Централизованно, через партию Единая Россия и Народный фронт Якобы, чтобы уберечься от воровства Если вот этим занимается условно Соловьев Лайф Народный фронт Единая Россия То это надо все переключать на эти структуры Других зет-блогеров Сопанькова, Романова, Морозова это возмутило Они обзывают Гаспаряна лицемером и власовцем, стреляющим в спину Разумеется, до широкой аудитории эти конфликты не доходят В госмедиа в рассказах о волонтерском движении царит благостный, героический настрой Мол, все для фронта, все для победы Словно страна целиком поддерживает эту войну 70, 80, 90-летние бабушки с молитвами на устах вяжут шелковые носки Для того, чтобы наши бойцы не замерзли В одном носочке шоколадка, в другом иконка Они эти носки, может, и носить-то не будут Но вот этот вот запах Государственное инновещание пропагандистский телеканал RT Выпустило документальный фильм с акцентом на том Как волонтеры помогают людям в разрушенных войной украинских городах О том, что города разрушила сама Россия, не упоминают Рискуя собственной жизнью, они приходят на помощь тем, кто больше всего в ней нуждается Официально государство поддерживает волонтерство Если послушать Путина, то волонтерская помощь – это носки и детские письма В реальности у волонтеров просят и дроны, и машины, и даже броню Волонтеры таким подходом первого лица к своей деятельности уязвлены Мы одевали наших солдат, когда в начале СВО они попадали на фронт без брони и шлемов Мы обеспечивали наши подразделения дронами, транспортом и всем необходимым А президент нам говорит, что правительство справилось бы и без нашей помощи Вместо элементарной благодарности мы слышим, что справились бы и без нас Однако серьезной критики или тем более призывов бороться с режимом, конечно, не последовало Конечно, есть в России и другой тип военных волонтеров Те, кто эту войну не поддерживает и делает все ей вопреки Работают они неофициально Помогают, к примеру, россиянам избежать мобилизации А украинцам – выехать с оккупированных территорий через Россию Уже больше 60 тысяч человек выехало с нашей помощью Те люди, которые больше всего посвящают времени волонтерству, за год вывозят более 300 семей Поставляет 300 семей за год один человек То есть это каждый день без выходных ты кого-то выводишь Волонтерская организация Rubicus Help UA объединяет несколько сотен человек В основном российских граждан, но живущих в разных странах Они помогают возвращать незаконно вывезенных из Украины детей Вывозить в Европу беженцев из Украины, помогают им устроиться на новом месте Подобных организаций в России десятки, и работают они по разным направлениям Одни занимаются беженцами из Украины, другие – эвакуации россиян в страны СНГ, Европу и США Кто-то пытается защитить права призывников иммобилизованных А кто-то оказывает психологическую помощь противникам войны, которых подвергают травле зет-патриоты Конечно, большинство людей стараются никак себя не афишировать Потому что именно это дает им возможность помогать И помогать регулярно, много, и при этом не подвергая опасности своей семье Про властные СМИ о таких волонтерах не рассказывают Они Кремлю, разумеется, не нужны Их запугивают и преследуют За подобное волонтерство, например, сбор пожертвований за границей В России легко можно схлопотать статус иностранного агента Административное и даже уголовное наказание Ну и еще к новостям из России Центр избирком отложил регистрацию инициативной группы по выдвижению журналистки Екатерины Дунцовой в президенты И это пройдет завтра, в субботу Дунцова написала в своем телеграм-канале, что если ЦИК откажет в регистрации Времени провести повторное собрание по выдвижению инициативной группы уже не будет Журналистка из Ржева Дунцова заявила о своем намерении выдвинуться в президента Российской Федерации в середине ноября И сразу привлекла к себе большое внимание Что о ней известно, расскажет Дмитрий Кожурин 20 декабря журналистка из Ржева Екатерина Дунцова подала в ЦИК документы для регистрации инициативной группы, поддержавшей ее выдвижение на пост президента России Встреча ее соратников состоялась на этой же неделе На нее пришли более 700 человек Место проведения мероприятия до конца держалось в секрете Боялись, что оно может быть сорвано У меня трое детей, и они спрашивают, что будет через два или три года В какие страны они смогут съездить Что будет с их образованием, с интернетом в России Когда закончится СВО И какие там у нас цели А я думаю, какое вообще у них, моих детей, будущее Ведь у меня нет хороших ответов ни на один из этих вопросов Ни у кого нет Сегодня будущее нашей Родины в руках у одного человека И он за всех нас решает, как нам жить Екатерина Дунцова долгое время работала журналисткой в ржевских СМИ А в 2019 году была избрана депутатом Гордумы Где проработала до прошлого года 16 ноября Дунцова написала, что выступает за прекращение боевых действий в Украине Проведение демократических реформ и освобождение политзаключенных После чего получила вызов в прокуратуру Сама Дунцова утверждает, что осознает риски Открыты критики Кремля Кандидатуру ржевской журналистки поддержал ряд российских оппозиционеров В их числе Иван Жданов и Лев Пономарев Екатерина Дунцова стала вторым заметным человеком, заявившим о выдвижении в президенты России Она ярко засияла на пустом политическом небосводе и многих удивила Хочу напомнить, что Екатерина была активным депутатом Ржевской городской думы И остается участником Земского съезда В 2021 году она была задержана на съезде муниципальных депутатов Вместе с Ильей Яшиным, Евгением Ройзманом, Владимиром Карамурзой и другими В свою очередь прокремлевские СМИ обвинили Дунцова в получении стороннего финансирования Так, информагентство РИА Новости сообщило о том, что политик якобы поддерживается и финансируется беглым олигархом Михаилом Ходорковским В случае положительного решения ЦИК Екатерине Дунцовой предстоит собрать 300 тысяч подписей не менее, чем в 40 регионах России Дмитрий Кожурин, Настоящее время На какие компромиссы готова пойти Дунцова, если ее вызовут в администрацию президента? Где та черта, после которой она снимет свою кандидатуру? И главное, как она закончила бы войну с Украиной, если бы стала вдруг российским президентом? Все эти вопросы ей задал мой коллега Игорь Севрюгин Мы ждем решения ЦИК Ждем начала подписей И, соответственно, очень важно сейчас людям быть готовым к следующему этапу Что касается на будущее, что вы будете делать, если что-то не получится Но в любом случае не уйду из политики И буду дальше различные варианты пробовать на региональном, на федеральном уровне То есть это может быть позиция мэра, губернатора, депутата Госдумы? Да, я думаю, да Вчера просто Игорь Руденя, наш губернатор, выступал в пресс-конференции декабрьская Ну и сказал, что надо было не с президента, а хотя бы с губернатора начать в следующем году выборы Поэтому предложение поступило Понятно, а много вам уже предложений поступает? Ну это понятно, что я сейчас больше про юмор Я понимаю, вы иронизируете Так нет, пока мы все ждем, что у нас получится здесь Вы уже много раз говорили, что независимы от власти Но как такое возможно в современной России? У всех сейчас это, наверное, главный вопрос Почему мы не можем поверить в это? Ну вот опять возвращаясь на несколько вопросов назад Почему мы воспринимаем, что власть, чиновники это власть Что, допустим, какие-то указания сверху должны быть исполнены Хотя изначально посыл должен быть от людей, от граждан страны У нас, мне кажется, за последнее время настолько изменилось восприятие того Что нужно себя как гражданину вести Что полностью переменилась и те конституционные нормы Которые, слава богу, еще остались Мы их воспринимаем уже совершенно не так Мне важно, чтобы люди поверили, во-первых, во все институты власти И в основном я сейчас говорю именно про такую возможность Которая нам предоставляет избирательный процесс Избирать и быть избранным Если сейчас еще кто-то захочет выдвигаться с похожей повесткой Это будет замечательно Вы уже говорили, что никто из администрации президента Или около кремлевских структур с вами не связывался А вы допускаете, что такой разговор может быть? Я? Почему нет? Я думаю, что интересно Как в прокуратуру вызывали, что говорится То, чтобы прощупать, ну, понять вообще мои намерения Думаю, что такой, наверное, разговор тоже возможен Но людям надо понимать, с какими задачами я иду Но пока нет, такого не было Ну, по крайней мере, идти на компромиссы Зачем? Если есть процедура, приписанная законом Какие компромиссы будут быть? А к сотрудничеству с администрацией президента готовы? Нет Зачем? Я же сказала, что есть определенная процедура Можно по ней пройти К этому имеет отношение и сотрудничество с администрацией президента Вот Оно, что необходимо в рамках закона? Нет Вот о чем и речь Что если не в рамках закона, то могут предложить Возьмем это в кавычки Нечто В том числе может дойти до угроз Все-таки у вас семья, трое детей На что вы готовы? И где та черта, когда вы скажете Все, сдаюсь Администрация президента точно не та организация Которая будет осуществлять угрозы ФСБ Естественно, что красная линия Да, красная линия, она есть Естественно, что это касается прежде всего Моих родных Но В любом случае Очень Не хочется принимать какие-то решения Из-за Людей, которые ведут нечестную борьбу И Хочется все-таки верить, что Чудо произойдет И То, о чем вы говорите Это не случится Чтобы у меня вообще, в принципе, такой выбор Ставал Меня как избирателя В первую очередь, конечно Волнует вопрос Когда закончится война Что власти называют в России СВО Представим, что вы президент То для вас это будет каким вопросом Если первое, это помилование всех политзаключенных Мирные переговоры по специальной военной операции Один из приоритетных вопросов для меня Поэтому, конечно, в первую очередь После Указа о помиловании Это понятно, что это не Какое-то время Для того, чтобы Мирные переговоры принесли результат Действительно Придется потратить немало времени Все возможно Я верю в это А как и на каких условиях? Вот это нужно обсуждать Потому что Вот сейчас Пока мы не понимаем вообще Позицию Ну, точнее, понимаем Но Если Допустим Говорить про Российскую часть Мы в Конституцию включили уже Субъекты Мы уже говорим про них Как про субъекты Российской Федерации Украина в этом плане Имеет другое видение Но Опять же Большая дипломатическая работа Большая дипломатическая работа Тет-а-тет Например, вот вы завтра становитесь президентом Вы звоните Владимиру Зеленскому И говорите Давай встречаться Обсуждать Тет-а-тет Или при посредничестве Я против каких-то договоренностей Тет-а-тет Потому что Тогда теряется Ответственность За эти решения Ну, нет Это должно быть Действительно Обсуждение В том числе С международными участниками Которые Тайна Теперь увлеклись В этот процесс Я понимаю Что Эта тема Довольно тяжелая Для вас Находясь в России И тем более Когда в России Есть уголовная статья За публичные призывы К осуществлению Деятельности Направленной На нарушение Территориальной целостности Российской Федерации Как вы уже сказали Украинские регионы Включены В Российскую Конституцию В международном праве Они оккупированы Аннексированы И, наверное Ответы на такие вопросы Мешают вам Отвечать Может быть честно Надеюсь Честно Потому что Путин считает Оккупированные Украинские территории Своими Коими они не являются По международному праву Опять-таки подчеркну Но все-таки Что вы будете делать С этими оккупированными территориями Вы говорите Что будем садиться И обсуждать То есть У вас Вы не можете Сказать Или вы пока еще Не решили Что с ними Вы бы сделали Я не знаю Условия Которые выставят Например Сегодня Со стороны Украины Украина говорит сразу Границы 91-го года То есть С Крымом С Донбассом С Запорожской И С Херсонской области Я честно Пока не готова Отвечать на этот вопрос Поймите Ну а я вас пойму Если вы поставите лайки Нашей программе Если смотрите нас в фейсбуке Или на ютубе Обязательно подписывайтесь Мы продолжаем Переходим к другой теме Отношения Китая и России На фоне войны против Украины Газета Нью-Йорк Таймс Пишет Экспорт Китая В соседние страны Настолько велик Что этим летом Китайские строители Построили на границе Склады И 20-ти этажные Офисные башни Издание рассказало о том Как Китай увеличил Свой экспорт в Россию И по сути Стал получать выгоду От войны в Украине Так ли это Разбиралась Ольга Бешлей Приграничный город Хэйхэ Микрокосм Все более тесных Экономических отношений Китая с Россией Так пишет газета Нью-Йорк Таймс Издание рассказывает Как Китай Наращивает торговлю с Россией И выигрывает На войне в Украине Хэйхэ Город на берегу Амура Напротив Российский Благовещенск В октябре 2022 года Здесь под звуки фанфар Открыли автодорожный мост Соединивший две страны В сегодняшнем разобщенном мире Мост Благовещенск-Хэйхэ Между Россией и Китаем Имеет особое символическое значение Именно по этому мосту Едут в Россию из Китая Новые грузовые дизельные машины На водительских дверях Изображение рычащих медведей Грузовики производят Шанхайская автомобильная Промышленная корпорация Европейские производители Автомобилей Ушли из России Из-за санкций Китай занял Освободившуюся нишу Везут машины Не только через мост Но и по железной дороге По данным Global Data Automotive Которые приводят Нью-Йорк Таймс Китайские автопроизводители Захватили 55 процентов Российского рынка В 2021 году У них было всего 8 процентов Помимо автомобилей Китай поставляет в Россию Микросхемы, чипы и электронику Все это может быть использовано В производстве оружия Аналитическое агентство Брюгель отслеживает данные По внешней торговле России На этом графике показано Как изменился китайский импорт В Россию тех товаров Которые подпадают под запрет На экспорт из стран Европы И США Министр финансов США в ноябре Даже пригрозила санкциями Китайским фирмам Мы видим доказательства Того, что существуют Китайские фирмы Я, конечно, не располагаю Такими знаниями Которых нет у китайского правительства Но некоторые китайские Частные фирмы Могут способствовать Поставкам этого оборудования И материалов в Россию А также некоторые финансовые Учреждения Могут содействовать этому потоку Россия, в свою очередь После начала полномасштабной войны В Украине Продавала Китаю нефть и газ С большими скидками А еще, как пишет Нью-Йорк Таймс Российские шоколадные конфеты Колбасы И другие потребительские товары Стали в изобилии появляться В китайских супермаркетах Между нашими странами Растет товарооборот И за 11 месяцев Текущего года Этот показатель Превысил 200 миллиардов долларов То есть мы заранее Выполнили те задачи Которые ставили наши лидеры По объему внешней торговли Между нашими странами Вот такие цифры Привел министр финансов России Антон Силуанов 18 декабря Он как раз был в Пекине Там прошел уже девятый Финансовый диалог России и Китая Более чем на 26% Вырос товарооборот И на 50% Увеличился экспорт Из Китая в Россию У российского импорта Заслуги более скромные Рост на 11,8% Это если сравнивать С прошлым годом На встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустином 20 декабря Председатель КНР Си Цзиньпинь Назвал сотрудничество России и Китая Прагматичным Мишустин прямо сказал Что отношения между странами Выросли на фоне трудностей Но каких не назвал В текущем году Торгово-экономическое сотрудничество Справилось с непростыми вызовами Вышло на уровень новый Уверен, что в наступающем году Нас ждут новые Еще большие свершения Украина в свою очередь Вносит компании Помогающие России В список международных Спонсоров войны 21 декабря Туда добавили Китайскую государственную Строительную компанию China Railway Construction Corporation В России она строит метро Мосты и автомагистрали Ольга Бишлей Настоящее время Об этих непростых Китайско-российских отношениях Я поговорила с китаистом Магистрантом Направления Китайские исследования В Литинском университете Алексеем Чигадаевым Не удивляйтесь только Потому что интервью писала вчера Поэтому в другой одежде А начала я разговор С вопроса о том Выгодна ли война России против Украины Китаю И чем И вот его ответы Да, наверное Сейчас мое видео Мое видение Можно немного скорректировать Потому что Действительно Китаю Интересна стабильная Европа Китаю Интересна стабильная Инфраструктура Стабильные торговые пути Стабильные поставки Из Украины Но это по-прежнему Не является Каким-то критическим фактором Который каким-то образом Изменил бы позицию Китая То есть Если мы вернемся на год назад Хочет ли Китай Поучаствовать В разрешении этого кризиса Да, наверное Хочет Но не видит Конструктивного решения Обвязываться в заранее Неэффективную историю Из которой ты не можешь Выйти победителем Китаю не хочется Вторая история Приносит ли это Выгоду А сейчас секундочку Секундочку Вот к этому вернемся То есть Думаете, что уже Китай Не хочет продолжения войны Правильно ли я понимаю Да Но не видит просто Как можно закончить Собственно При его участии Да Я думаю Если бы у нас была с вами Возможность Прийти к Си Цзиньпину И спросить его Уважаемый председатель Си Хотите ли вы Чтобы война продолжалась Или хотите Чтобы война закончилась Вот прямо сегодня Я не сомневаюсь Что председатель Си Конечно бы нам ответил Что лучше бы Если бы войны не было Тогда можно было бы Наладить эффективные поставки С Европой Тогда можно было бы Торговать с Европой Через Беларусь И развивать проект Один пояс Один путь Тогда можно покупать Продовольствие В том числе Из Украины Тогда можно в том числе Уже инвестировать В какие-то проекты В Украине В том числе В восстановление Инфраструктуры Тогда нет точек Ну вот Точек конфликта С Европой Нет каких-то Точек дополнительного Конфликта С США Ну то есть Мне кажется Китай Если бы была Такая возможность Конечно сегодня Присоединился к миру Хорошо Зафиксировали Но при этом То что происходит Война которая происходит Китай получает От этого Какую-то выгоду Да конечно И это было очевидно С самого начала Потому что Поворот на восток Который анонсирован В России Он насколько я помню Уже последние 10 лет Примерно идет И вот раз в несколько лет На восточном экономическом форуме Или на других площадках Кто-то из наших руководителей Говорит о том Что ну вот все Вот сейчас Мы точно поворачиваемся На восток Но когда у тебя Есть альтернатива И ты можешь Не поворачиваться На восток Тогда конечно Ты будешь продолжать Развивать свой бизнес Теми партнерами Которые тебе удобны С которыми у вас Уже налажены Бизнес-отношения А теперь Этот поворот на восток Он безальтернативен Либо ты разворачиваешься На восток Либо Твой бизнес умирает На чем основное Зарабатывает Китай От этой войны Ну сейчас Конечно же Это в первую очередь Россия Поставки из России И налаживание Торговых взаимоотношений С Россией Здесь нет Никакого сюрприза То есть Тенденция К росту Взаимного товарооборота Между Россией и Китаем Была очевидна И когда есть Два таких огромных партнера Два таких огромных Государства У которых есть Общая граница Это было Абсолютно нормально Что торговля Торговля должна расти И она должна была расти Вполне себе Нормальными темпами Но когда В условиях Безальтернативных Американских Европейских санкциях Оказались Российские бизнесы Российские в том числе Нефтедобывающие компании Тогда Китай выигрывает Первым образом На поставках из России Дешевого сырья Нефть Газ Уголь Древесина ДСП И в свою очередь Второй путь Это поставки из Китая Это экспорты из Китая Это станки Оборудование И все те товары Которые ранее Россия закупала Через другие страны Ну то есть Китай превратился В одну такую Большую артерию Через которую Идут товары Из Гонконга Из Китая Морем Самолетами То есть Ну вполне себе Дорога жизни Выгодно это Обеим сторонам Как утверждают Российские власти Смотрите Здесь наверное Палка о двух концах Потому что Китайским партнерам Конечно же Это выгодно У тебя не было бизнеса Теперь у тебя бизнес есть У тебя не было Этого бизнес партнера Теперь он у тебя есть Российские бизнес партнеры Поставлены опять же В ситуацию Когда ты либо Это покупаешь Из Китая Либо ты этого Не покупаешь Конечно Китайские партнеры Не дураки Поэтому они действительно Повышают цены Они могут Диктовать Свои условия Но Естественно Не перегибая палку Поэтому Здесь Я все-таки думаю Что это в первую очередь Выгодно китайским партнерам Чем российским партнерам Потому что Если ты раньше Мог торговать С любой другой страной Европы США Делать это все В понятной тебе валюте По понятным Законам Ты мог судиться В условном Лондонском арбитраже То теперь Ты вынужден работать С поставщиками Которых ты не знаешь С рынком Который ты Ранее не изучал В валюте Которую ты не очень понимаешь Как можно перевести Как можно Вывести И на условиях Которые тебе не знакомы Переносимся На Ближний Восток Там Израильская армия Заявила Об уничтожении Крупной сети Туннелей Группировки Хамас А я напомню На всякий случай Что группировка Хамас Признана террористической В Соединенных Штатах Америки И ряде других стран В том числе Евросоюза Незадолго до этого заявления Военные Израили Объявили Что взяли Самый главный Квартал боевиков В Газе По данным Израильских военных Уничтоженная Сеть туннелей Была стратегически Важна Она соединяла Квартиры Самих лидеров Хамаса С различными Объектами И бункерами Кроме того Сотни целей Группировки Были поражены В Хан-Юнисе Это юг Сектора Газа Цехал Также стал чаще Обстреливать Рафах Один из последних Ударов Израильской армии Пришелся По жилым зданиям В десятках метров От Кувейтской больницы Этот момент Сняли на видео Журналисты Аль-Джазиры Во время Прямого Включения Корреспондента Я напоминаю Что свою операцию В секторе Газа Израильская армия Начала В ответ На нападение Боевиков Хамаса В результате Которого Погибли Около 1200 Человек Тогда же Боевики Взяли В заложники 240 Человек Израиль Объявил Своей целью Их Освободить И уничтожить Саму группировку Хамас По данным Минздрава Сектора Газа Который Контролируется Хамасом С октября В секторе Погибли Около 20 тысяч Человек Гуманитарная Обстановка Катастрофическая Утверждают Международные Организации И правозащитники В секторе Не хватает Гуманитарной Помощи Питьевой воды Больницы Не могут Работать В полную силу Либо И вообще Просто Не справляются С наплывом Раненых Так Ну и спеваем Вам рассказать О еще Одной Истории Роскомнадзор Нашел Признаки Пропаганды ЛГБТ В фотографиях И видео Которые Были сделаны На вечеринке Известной Российской Блогерши Насти Ивлеевой Об этом Сообщил Глава Комитета Госдумы По информационной Политике Александр Хинштейн Он также Выразил Надежду Что Министерство Внутренних Дел Российской Федерации Заведет Административные Дела В отношении Организаторов Этой Вечеринки Вечеринка Ивлеевой Almost Naked Переводится С английского Как Почти голый Прошла В ночь На 21 декабря Дресс-код Мероприятия Предполагал Минимум Одежды После Публикации Фото И видео С этого Мероприятия Российские Чиновники Зет-активисты Потребовали Проверить Гостей Хозяйку Праздника Подробнее Далее В нашем сюжете Первые реальные Последствия Полуголой Вечеринки Насти Ивлеевой Это 15 суток Административного Ареста Для рэпера Васио И штраф В 200 тысяч рублей Парень Выдержал Дресс-код Вечеринки Который Значился Как Almost Naked Это значит Почти голый Из одежды На Васио Был только Носок Баленсиага На половом члене Черная сумочка Через плечо И надпись На спине Уроды Боятся Красоты Правда Написанная С ошибкой Этот образ По сути Омаж культовому Выступлению Группы Red Hot Chili Peppers С оголышом В носках В 1980 С Васио Сфотографировались Многие гости Тусовки Например Ксения Собчак Ну и конечно Хозяйка Этого вечера Настя Ивлеева Вечером 21 декабря Васио Его настоящее имя Николай Васильев Задержали Доставили в суд И признали Виновным По двум статьям Мелкое хулиганство И пропаганда Нетрадиционных Сексуальных отношений Хоть накануне Васио публично То ли оправдывался То ли изменялся Здесь я его Процитирую Я Гетеросексуальный парень Соблюдаю законы РФ И меня интересуют Только девушки Как видите Не помогло Сегодня в телеграм-канале Артиста Появились Две новые записи Орфографии Пунктуация автора Сохранены 15 суток Угу Пока Спортом позанимаюсь Книги почитаю Всем пиз Это значит Что Новый год Рэпер Басю Встретит в изоляторе Временного содержания Азиака вечеринки Настя Ивлеева Популярная российская Блогер Телеведущая Актриса Прокомментировала В своем телеграм-канале Резонансную вечеринку Так Друзья Это конечно Того стоило И я обожаю Что на каждой моей вечеринке Ну это вторая громкая Получается Пишут комментарии Что ну Это разврат Мне же некуда Что они творят Это какая-то Бесовщина Сатанина Хотя просто люди Пришли красивые В красивых нарядах В полуобнаженных Позже Это голосовое сообщение Ивлеева удалила Неудивительно Ведь на хозяйку И гостей Полуголой вечеринки Филиппа Киркорова Дима Билана Джигана Обрушился шквал Хейта Проверок и проклятий От пропагандистов И разных зэдблогеров С одной стороны Критики возмущены Показательной Роскошью и весельем Которые чиновники Считают неуместным Во время так называемой Спецоперации С другой На фоне признания В России движение ЛГБТ Экстремистским Большая часть Снаряда в гостей Вечеринки Показалась Проповедникам Традиционных ценностей Попросту Возмутительной Сейчас мальчишки На фронте воюют И вы Мерзкие Блевотные Содомиты Радикальное Православное движение 40-40 Пожаловалось На вечеринку В Генпрокуратуру Доносчик Виталий Бородин Требует проверить Ивлееву На пропаганду ЛГБТ А зов народа Пожаловались На вечеринку В Следственный комитет Генпрокуратуру И МВД И этот далеко Не полный Список возмущен Гостья Закрытой вечеринки Лолита Поделилась С настоящим временем Своим впечатлением От реакции Общественности Ну в своем стиле Не без иронии Главное Мы все Кто тяжело Много И с удовольствием Работал Смогли встретиться Поиронизировать Над собой И обняться Без ковидных Ограничений Ну а дальше У нас по плану Театры Музеи И обязательно ВДНХ Кстати Рекомендую Павильон Росатома О полуголой Вечеринке Главной Российской Инстаграм Инфлюенсерши Насти Ивлеевой Говорят Мировые В том числе Авторитетные Издания Сегодня В Вашингтон Пост Опубликовали Заметку О тусовке Ивлеевой С аналитикой Всей критики И угроз В сторону Гостей Этого праздника Автор Описывает Происходящее Как очередной пример Закручивания Гаек И движения России В сторону Закрытого Ультраконсервативного Общества Что Весьма точно Характеризует Стиль правления Владимира Путина Ну что ж На этом Программа Вечер Сегодня Подходит К концу Поставьте Пожалуйста Лайк Если не Сделали Этого До сих Пор Подписывайтесь Обязательно На наш Ютуб Канал Читайте Наш Сайт Currenttime TV Меня же Зовут Ирина Ромалейская Я вам Говорю До свидания Я занимаюсь Гимнастикой С шести лет И где-то С семи Я начала Соревноваться Миллион Один человек Подписан На меня На ютьюбе Впервые Ее видео Попались Мне В конце Шестнадцатого А уже Через год Я создала Свой Фан-аккаунт Субтитры